всем привет это район он все называется такой буэнос-айресе тут много всяких продавцов там в основном конечно в основном дешевле ну и качество соответственно я так думаю что 80 процентов это просто подделки всякие под марки все об этом знает кого не смущает кому надо здесь покупается кто хочет более-менее товар качество не вряд ли сюда приходит но здесь дешевле многие люди за дешевизны берут здесь многие с большими мешками без сумками то они берут здесь и потом едут свои районы перепродают там на всяких столиках мы-то были по делам теперь едем в сторону дома но зато свете для вязания надо клубочек с ниточками купить которые она там свитер вяжет может не хватить соответственно и проедем мы обещали показать другую сторону то есть нашей машине поставим на улицу камеру обсудим кое-что многие люди пишут прогулки по фонос-айресу так здесь остался еще один вопрос что там говорят под видео где у лени есть видео на канале катеря катера и яхты на мели дед очень такой спасибо вам кстати комментарий активный подписчик на активный наш зритель это хорошо напишет плохая стоянка только яхты уродовать а ведь есть большие и дорогие яхты у меня небольшая яхта хранится в гараже захотел покататься прицепил к машине и поехал рыбачу в основном с резиновой лодки так проще и удобнее особенно у плотины горьковской гест там частенько гоняет особенно когда рыба идет на нерест нельзя ловить рыбу когда она идет на ней у нас тоже гоняра большие и в принципе штрафы такие что не захочешь и даже не за штрафа вы честно рожали рыбу ловить ту который идет на нерест а потом у себя и кричать что него не марит да потом вот как одежда на возьмется показывает принесли улов спичечном коробке кот остался довольный да это такое тоже есть есть это и ребят да они у нас в основном как бы не знаю сейчас пошло такое дело что много каких там назвать зеленых или green писаться или просто вот аргентинцы под каждым видео но это бедная рыбка ее поймали бедная рыбка быстренько сфотографировали выкинули обратно и наши наши дети не будут иметь рыбы в общем такое движение идет этих нитиков почему ничего потому что ну всегда существовала и рыбалка и охота но в то же время в то же время конечно есть и браконьеры я видел их ловит полиции все и тоже но есть конечно и рыболовы которые больше ловят для удовольствия чем для рыбы но и такие есть тратят вопрос был проект да так что вот нельзя в мире словить про яхты эта стоянка обычная у нас но я просто не представляю себе как можно яхту оставить гараже прицепить к машине и потом ее куда-то вывезти у него работа размеры такие размеры такие я не знаю как можно прицепить нашу среднюю яхту поэтому и повезти ее это а чем ее краном грузите что ли потому что ну вот и не все названия конечно знаю подай вот на русском языке там на яхте ну у нас называется кижа к примеру это вот эта штука которая вниз висит под яхта которая балласт такой вот у нас среднем она тонну тонну 200 весит только этот балласт под яхтой плюс сама яхта в общем около двух-трех тонн не знаю как это можно погрузить просто дома заража на прицеп и повезти по рыбачить где-то около двух-трех тонн веса и размер у нее там вот у нашей к примеру этот противовес и все после аватерлинии скажем так и и после днища еще на полтора метра уходит вниз вот этот балласт даже не знаю я на русском как мне стали говорили что надо учиться правильно говорить там все эти дела иначе яхт смены не поймут а я думаю наоборот яхт смены как раз поймут не поймут те кто в этом ни хрена не понимает о извините ничего не понимает потому что у нас это все испанский язык у нас название испанские опять же опять же даже не вижу смысла не вижу смысла учить эти названия на русском я на яхтах в россии плавать не буду если плыву поплыву так поплыву так сказать на своей я вот этот самый я я вот тут нашел хорошее видео кстати на русском языке которые тоже созданы там для яхти на по заказу какой-то школы этом ой забыл как называется в общем видео неплохие правда такие трехминутные тык-тык и все то есть понятно заманить а дальше пускай учатся более уже в школе но они хорошие но честно говоря я когда их смотрю я уже пересмотрел этот плейлист еще наверно пересмотрю я стараюсь мимо ушей пропустить именно название на русском языке вот именно прямо вот как бы понять видео что он там объясняет как там считать маршруты там высчитать все на карте это все классно а вот именно конкретно название на русском языке стараюсь не то чтобы не запоминать стараюсь наоборот чтобы они мне даже не залетали в голову потому что это все так перепутать что вы не будете ни на одном знать на другом испанском извините нам экзамен издавать нам просто между собой разговаривать и знать эти слова которые ты вообще никогда не будешь применять лучше выучить 10 слов которые ты будешь применять ты мучить те которые ты в жизни не применишь так что извините когда живешь вот другой стране это где-то так многие слова которые ты не будешь применять они тебе и не нужны все не все так просто не все так просто как говорят а вот к примеру да когда я не знаю этих слов но видео смотрю и он не там рассказывает про шпангоут и еще какую-то ерунду в общем это но я же понимаю хотя не знаете названиях о чем он говорит так вот и другие те кто яхтингом занимается независимо от того что ты будешь как ты будешь это называть они тебя поймут что ты хотел сказать а правильно говорить это все круто мы уверен уверен что это пишут те которые сами толком ничего правильного в этом яхте не понимает а стоянки стоянка это одна из стати дорогих и не потому что она классная нет она совершенно не классно это потому что она находится в городе и людям которые в городе имеют яхты им сюда более близко потому что можно найти и за городом подешевле и может даже какие-то чуть более оборудованы но если вы будете туда три часа ехать чтоб сесть на свою яхту а потом еще будете через какие-то реки маленькие выбираться на моторе чтобы выплыть на большую воду это никому не понравится так что не все так просто с этими стоянками плюс опять же опять же уже говорил я как то в одном видео что здесь мы находимся на реке не на океане не на море на реке средняя глубина от средины реки лаплата сторону буэнос-айреса составляет от двух до трех метров средняя глубина потом идет называется канал митры где-то приблизительно на две третьих от уругвая на одну третью до буэнос-айреса проходит канал по которому идут грузовые и коммерческие суда этот канал углубление это русло скажем так она неестественную анала постоянно роется постоянно вот этот корабль который подымает снизу землю прорывает этот каналы чистить его и бросает на одну сторону в сторону уругвая потому этот канал невозможно перейти есть ты хочешь поплыть в рубай где хочешь потому что тебе не хватит глубин и потому что там сразу после канала практически получается отметь за счет того что корабль которые рылу русла вот эту вот этот канал он сбрасывает туда песок потому есть только один проход который находится на этой стороне буэнос-айроса который знает их смены надо подплыть туда быстро перейти канал потому что там позволяет вода переплыть канал глубина а в других местах вы просто его не переплывете и когда я сказал что средняя глубина реки у нас находится от двух до трех метров есть и полтора метра глубина реки еще чуть ли маленький отлив и все и уже не хватает глубины яхты стоят и в порту нет воды и тут ничего не сделаешь это природа такая у нас потом некоторые критикуют а у вас там такие яхты у нас такую за штуку купишь за тысячу смысле там купишь доллару а то я такую за 500 не взял учет я сильно сомневаюсь что у него вообще есть такая за 500 за 600 потому что если он так говорит это значит не сильно то он них руб смотрю эти видео про я потому что мне надо экзамену готовится смотрю как ездят турцию богатые таскать русские или украинцы приезжая 10 человек смотрят тупо на эту яхту снимает ее там за миллионы поплавали между островом туда-сюда пришли сдали все они там насладились жизнью это окей можно и самолет снять а реально реально взять пользоваться и всем это не так то и просто а у нас люди кстати почти все вот эти вот заняту яхтами лодками клубами и народ пользуется аж свист идет я вчера рыбу ловил не снимал на русском снимал только на испанском рыбу ловил пригороде буйнос-айрсов сторону тигров называется сан фернандо пригород и там тоже есть яхт клубы и почти столько столько каравану с масенькими водочками такими с парусниками для детей которые еще чуть ли не начали в школу ходить вот их караванами караванами цепляют до большой лодки вытягивают сзади еще на надувных таскать лодках с моторами плывут пару преподавателей одна такая стационарной которых тянет и эти караваны как гусей волочат кучами кучами утром тут на большую воду вечером обратно то есть много детей здесь занимается вот этим яхтином уже с детства уже там с первого класса и этим занимается и это хорошо да у нас не такая там вода прекрасная как смотришь там карибы прозрачная вода там внизу там кальмары плавают медузы всякие не у нас тут на реке такого нет у нас тем более река идет такая мутная вода потому что земля такая туда сверху идет она мутная но она чистая ну не считая там под городом его разбрасывать свое это просто просто такая мутная вода вот если взять и воды туда на юг там прозрачные воды здесь мутные воды то ничего страшного это нормально в этом вопросе но лучших портов здесь может и есть какой-то один но принципе все они вот такие вы нас айрес потому что на какой бы части буэнос айреса ты не стоял будут именно такие а то что у кого-то лучше яхты так мы не спорим о ну как они рабиновича там вообще еще получше будет яхта или у я вот посмотрел какие там сдаются в аренду яхты в этом самом в турции или на какие-нибудь канара так там у них тоже по прекрасней что разъявки на дело в том что тоже не вашей то что и фирмы которая сдает также ребятки надо довольствоваться тем что у вас есть а не тем что это вот примеру машина у нас обычная такая простая машина простая а ежи люди на мерседесах а есть народ с роль саха есть там вообще на крузерах этих в общем куча но еще знаете вот не страдаем совершенно посмотрите на варенькинцев какие машины вот мы едем справа слева из них я не совершенно не страдает от того что у них не роясь родисы совершенно лишь бы она ездила нормально не ломалась тянула его в отпуск куда-нибудь поехать и все то есть вот это вы пендрежа а у меня там 5 этажей а у меня 10 что-то тут мало замечается такого если кто-то есть тихонько ездит на не выпендривается да и все право мы будем сейчас я хочу сказать насчет машин в основном люди конечно же стараются после прошло семь восемь лет и старается машину продать доложить купить ну то есть когда уже начинается любая ремонтировать но в то же время и стали тоже дорого сейчас у нас там под домом продают эти какого там 98 года он еще просит за нее 85000 это уже сколько то ли лет ей там 20 лет будет той машине а это еще много 85000 у нас один к 16 это 16 ps 1 доллар это дороговато будет скажем так у нас в общем не так как вот рассказывает у других то я там в америке пошел за 800 долларов потрепанную машину купил ничего ты на за 800 долларов у нас у меня пока она и поломается но да он там же не показывали как они купили купили вторую купили и потом в конечном автобусе катаются в общем у нас пока что насчет нормальные машины лучших стояных для яхт нету всяком случае здесь нету бы на сайте это самая нормальная стоянка и в любой где стоишь вода отойдет с реки все а у нас приплевать ли два раза в день до приплевать ли приплевать классно сказано вот этот свой фольклор приплевые отливы блин получается не многие там еще знаете если нас пару видео об испанском языке и как начнут тоже там дискуссии целые вот испанские испанские люди испанские в аргентине это один испанский на в перу это другое в чили это третий испанский испании то есть то есть диалекты словечки нельзя сказать какой из них правильный вот в какой стране живешь в той в этой стране его языки есть самым правильным как и английский он английский в штатах наверняка отличается от английского в англии лента даже возьми русский извините москвичи разговаривают с одним акцентом со своим произношением а люди которые живут например где-нибудь екатеринбурге у них совсем другое произношение и их даже можно отличить даже человек который например мы не из россии мы не россияне но мы можем отличить человека который из екатеринбурга и человека который например из москвы так как они в них но я вот блогер рассмотрим многих екатеринбурга у них свое произношение свои словечки свои ударения свое все московский это совсем по-другому понимаете это же русский язык да он везде разные этот русский у нас нас лично дома вообще наш язык у нас одно слово русское одно слово украинское и и и два три слова испанских и мы можем склонять любое из них на любом склонении как то есть взять русское слово и по склонять его по испански или наоборот сделать так что как нам удобно вот той самый правильный язык а потом от нас нас слушается многие будут повторять это будет вообще к отдельным языком иммигрантский вы поедете в мексику там тоже испанский но там совсем испанский другой поедете в например чили там свой испанский дам тени свой испанский плюс еще в каждой стране на юге аргентины один испанский на севере другой но все люди понимают друг друга понимаете это сам если коса это дом каша на испанском дом там или где-то говорят косича то есть это же ты понимаешь этот дом это обычно нормально в общем не запудривайтесь именно что там у кого правильный у кого неправильный что там вот испании правильные в аргентине правильный может наоборот куда вы знаете только под название что это испанский ну так что миллионы лет многие страны говорили на там он каталонцы не понимает других или наоборот это все ерунда это какие рубаши люди надо жить проще знаю вот именно очень проще надо жить не заморачиваться не писать не тратить свое время на какие-то не доказывать свою правоту комментарии какие тогда какую-то правоту какие-то у нас слава богу на канале все еще нормально но есть люди где на каналах других слышно там земля трясется знаете как гром гремит земля трясется они конечно сами многие провоцируют но тем не менее как то вот у нас есть каналы на испанском и нас есть канал на русском и разница вот как то есть чувствуется знаете комментариях комментариях да люди как-то может даже если на испанского кто и захотел написать какую-то фиговину так ему просто наверно было бы лень не это писать мне какая-то или ну в общем в 10 раз меньше и нет он даже может школу не ходил но он как то это питание ну да да воспитание воспитание до школы вот кто-то говорил что на велику можно попроще купить себе велик покататься фильмы поснимать вот заодно наблюдайте за движением где тут велосипедисты еще при маститься и поснимать еще да тут хотя бы этих мотоциклиста не подбивать дай бог они подлезают так смотришь зеркало он справа тут хова через секунду он уже слева они же мишка этого все норки также здесь мешка и только так так что такое с языком и вам скажем сам правильный язык тот какой стране вы живете вот там они считают свой язык самым правильным хотя все друг друга понимает превосходно не видел чтобы не понимали какого-нибудь из перу или из перу не понимал тебя ну конечно акценты слышны и даже даже на наш слух слышны сильно мы определяем человек приехали за руку или перу или ну или мексико мексика как отличается классно что еще нас там чуть не спрашивали не спрашивали уже все уже все я не знаю нет может не страшно хорошо значит просто смотрите наш городок такой остались некоторые пишут а ты же рассказывал да не стоит поедьте поснимайте мне адрес такой-то люди там сам все пирожки там раздают халявный чё туда пишет как напишет знаешь вот стой хоть падает честно лёня понять такой-то район такой-то адресе поснимать и поедь и и дальше мне понравилось подка на по моим под компьютерами я вчера читал нет ну как я не отвечал там человек другой ответил на просто интересно один пишет так слушай ты прочитай и помоги потому что вот у меня у товарища там с компьютером случилась такая-то поломка в омске мы живем и ты же вижу в омске ну и по низу мему там пишут ну и прочитай и помоги мне с этой поломкой по низу минутам пишут тебе шоу и таки али пальмы твой омск напоминает откуда взял что я в омске вот наверное разговор на омске смахит не вообще говорят что я там это мы не буду повторять а то еще как и обидеться что я только там нет каким меня только не обзывает имеют по нации а я простой себе да так куда видите надо повернуть на право выхаляясь никто не подрежет халяя то хотя бы дай бог дай бог типа такого вот так можно тут тоже вот мы уже задрагивали вопрос насчет ремонта машин шоу можно ли на нем прожить конечно можно другой стороны сейчас расскажу еще мы наверно уже где-то вспоминали про цены на машины то есть вот я показывал как то что меня там в бачок немножко ваннула трубку какой бачок ну вот там бак бок бак бачок бачок ну вот и как у этого . да какая разница крыло вот крыло машине и вот мы заезжали там подавать автобус ну да да бог да не докажешь хоть суд подавай у них все равно там все это будешь годами судиться ничего не осудишь ерунда это все про другое про цены на сервис заезжаем к одному говорим ну мастерская сколько будет стоить чтобы подправить это дело говорит подправим закрасим все сделаем 4000 23 дня работы и будет сделано наших весом 4000 проезжаем два квартала от этого места такая большая фирма со всякими этими в костюмчик как бегает смотрят каким подъезжаем мужик сколько будет вот это вот стоить вот такое это дело надо сделать он так ну надо цену сложить ну надо то надо все наверно еще акцент слышишь и мышки по иностранцы для его в его понятия он сразу видит доллар и начинает мы уже хотели уезжать он решил сказать все-таки 0 марат и обра 12000 плюс репуэстос объясняю моно де обра это типа работа только работа без запчастей будет каждый 12000 стоит ну и плюс запчасти надо еще новые сюда поставить то есть один может пластиковое крыло не до за 4 тысячи за 4 тысячи подровнять и покрасить и он берет за это 4000 так где мы тут остановимся так что 1 424 так туда дед показывает вот где так сидит моем потом так сказать за охрану машинок дадим сюда поставим также вот у одного 4000 вся работа с покраской а в другого 12 только за то что он возьмется посмотреть так что вот и смотрите как вы думаете кому поедут а потом буду говорить бизнес не идет бизнес не идет мы если так вламывать такие цены конечно бизнес не пойдет на этом все мы пошли ниточки покупать